Всем привет! Сегодня у нас не классический выпуск новостей. У нас выходит, во-первых, с запозданием, и во-вторых, с непривычной нам атмосфере и обстановке. Он выходит с запозданием по двум причинам. Первое, это то, что я заболел, немножко неважно себя чувствую. Во-вторых, то, что мы вместе с семьей на новогодние праздники отправлялись в круиз. Мы были в Дубае, заходили на круизном лайнере в Абу-Даби, в Доху, в Москву от Ваманя, и сейчас вернулись обратно в Дубай. У нас это вообще первое круизное путешествие вместе с семьей. Мы ранее никогда никуда не выплывали и не были таких огромных круизных лайнеров. Это весьма приятный, интересный опыт, потому что ты можешь жить вообще на корабле, не платить за жилье, платить за экскурсии в разных городах, посещать разные страны. И при этом ты можешь вообще сидеть либо только у себя на корабле, либо же каждый день путешествовать и гулять по разным городам. Очень интересно, понравилось. Я думаю, в будущем попрактикуем еще несколько круизных направлений. Вчера мы закончили наш круиз, сегодня у меня температура, и я понимаю, что если я не запишу сегодня этот выпуск на войти, я его не запишу никогда, поэтому, чтобы быть честным перед самим собой, я буду стараться идти по плану, выпускать все свои новостные выпуски плюс-минус вовремя. И на этой ноте, я думаю, мы можем начинать. Сейчас как раз вертолет пролетит и начнем. В 2024 году DJI приостановит поддержку пяти своих продуктов. В основном это дроны серии Матрас, Матрас-100, Матрас-200 и 300, и еще два сопутствующих товара, один связанный с дронами, другой для передачи данных. И как DJI высказывается по этому поводу, что со временем выхода этих продуктов, там уже прошло где-то 6 лет, это больше, где-то меньше, и что на данный момент уже есть более новые, новые современные технологии, которые работают намного лучше. Поэтому они там извиняются, что приносят какие-то неудобства своим пользователям, что они не смогут ни обновить ПО, ни обслужить своих сервисных центров, и что лучшим решением будет переходить на более новые, более современные продукты и технологии. DJI Mavic 3 Pro получил новое обновление. В основном это обновление будет связано с Китаем, так как у них сейчас введено новое законодательство, которое, скажем так, чем-то напоминает российские законы, что теперь перед полетом ты должен получать квалификацию и подавать разрешение на полет и взлет определенной области. Там, обратно, за полгода ты должен подать разрешение, за 10 минут до вылета ты там поручишь либо согласие на взлет, либо отказ на полет. Поэтому в зависимости от твоей квалификации пилота дрона у тебя будут открыты различные зоны для полета. Да, если у тебя более высокая квалификация, ты можешь найти в большем количестве зон. Если у тебя меньше опыта и низкая квалификация, у тебя будет закрыто большинство зон, будут оставлены только какие-то более безопасные. Все это делается для того, чтобы там такие службы, как доставка товаров, доставка медицинских, медикаментов, антитеррористические службы могли работать более свободно в различных зонах. А те пилоты, которые летают для своих любительских съемок, их можно было разделять, выдавать различные зоны, различные коридоры полетов, и чтобы воздушное пространство было, скажем так, более безопасно. Мне нравится вся эта история с разделением по квалификациям, разделение по зонам, так как сейчас очень хотелось бы, чтобы в России наладили такую же систему, чтобы ты мог спокойно получить там свою какую-то определенную квалификацию, предоставить все необходимые данные, и мог спокойно там за час до своего полета сообщить в службу, что ты собираешься совершить полет в такой-то зоне, в такой-то области, в какой-то времени, чтобы ты не переживал, что там твой дрон забьют, получить официальное разрешение и спокойно летать. То есть сейчас, пока этой системы нет, у нас очень много разных историй происходит, когда дрон избивают, глушат, и как бы если мы берем в Россию в целом, то, конечно, там у нас очень много лесов, полей, где можно летать, гор, озер, рек, где ты можешь спокойно летать, тебя никто даже не найдет там. Но когда мы говорим про полеты в городской среде, и так, я из Сочи, и в Сочи вообще огромные сложности с полетами, то хотелось бы, конечно, чтобы в наших крупных городах со временем эта система также наладилась, и мы могли спокойно летать. Напишите в комментариях, когда вы ожидаете, в каком году в нашей стране дойдет до того, чтобы наладить всю эту систему, и мы могли спокойно летать. Я думаю, что это будет не 2024 год, может быть, заинтересованно, в 2025-м начнут более-менее какие-то такие, налаживать эту систему. Посмотрим. Спасательная группа из Шотландии добавила в свой список оборудования, используемого для поиска людей и спасения, DJI Avato. Они и раньше в целом использовали дроны для поиска людей, да, очень многие знают, что это часто используются, дроны серии Mavic 2, Mavic 3, именно там либо обычные дроны, либо же с тепловизорами для облегчения поиска людей. То есть вся эта система уже давно в целом используется, все эти дроны. Сейчас добавили вот именно в Шотландии DJI Avato для подлета в более каких-то скромных, уютных, укрытых местах, не уютных, а укрытых местах, когда ты летаешь в какие-то пещеры, либо же деревья, и можно было залетать в такие, не просто сверху делать облет, а уже летать ближе. Но по факту с тем, как DJI передает сигнал, то есть когда там залетишь за какой-нибудь густой лес, либо же за какой-то дельеф местностью и тебе сигнал обрывается, я не знаю, как вообще эффективно его будет использовать. Так, если бы брали какой-нибудь FPV-дрон, самосборный на аналоговой системе передачи сигнала, то возможности полета у пилотов было бы намного дальше. То есть они бы намного больше зону покрывали бы. Почему именно Avato, я не знаю. Так как у нас сейчас январь, зима, дам пару советов для полетов в зимнее время. Первый совет это то, что держите ваши батареи в тепле. Что я имею в виду? Не старайтесь не охлаждать ваши батареи ниже 15 градусов. Когда вы взяли там, не знаю, на улице минус 30, вы взяли свою батарею, которая у вас лежала просто в сумке, то есть она холодная, вставляете в дрон и вы решили полететь, то скорее всего произойдет перепад напряжения внутри банка самого аккумулятора и дрон просто отрубится и упадет. Поэтому мы либо делаем сперва тестовые полеты в помещениях, то есть можем поднять дрон на метр, подержать там пару минут, чтобы просто сама батарея нагрелась, можно зайти в приложение, посмотреть ее температуру и лучше потом летать на улице. Либо же хранить батареи там в куртках, в карманах, какие-то подогревания, может там какие-то подогревающиеся стельки, для того, чтобы ваша батарея просто не охлаждалась. И второй совет. В целом, как бы советов по полетам много. У нас есть своя онлайн-школа по обучению пилотов-дронов. Два разных уровня. Больше 90 уроков. Кому интересно, ссылочка будет в описании. Второй совет. То, что когда вы летаете при температурах плюс-минус около нулевых, то есть там плюс один, плюс два, либо же минус один, минус два, и на улице есть какая-нибудь влага, то есть облаки, туман, легкий снег, легкий дождик, то скорее всего на ваших винтах во время полета образуется лег. Это не сказать, что прям сильно страшно, если там полетали несколько минуток. Но если вы летаете много, то скорее всего на винтах будет образовываться много льда, и соответственно обороты будут делать намного сложнее для моторов, так как это будут лишние помехи. Поэтому дрон может либо некорректно работать, он может выдать ошибку проблем с моторами и посадить дрон, либо же он может в какой-то момент просто отрубить мотор. Поэтому, чтобы этого не происходило, старайтесь следить за температурой и теми зонами, в которых вы летаете. Вышла новая прошивка для дронов DJI RC2. В целом, DJI очень часто выкатывает различные обновления, и в основном какие-то фиксы, какие-то баги, какие-то некие незаметные улучшения, но в текущем случае обновление вполне удачное и хорошее, так как оно позволяет облегчить экспорт данных при записи экрана. То есть там делаем скриншот экрана, либо же запись самого экрана. Позволяет сохранять наши записи не в дрон, не на пульт, а сразу напрямую в флешку. Так как ранее все наши записи сохранялись в пульт, тебе надо было вставить флешку, сохранить из пульта на флешку, и только потом уже забирать. Сейчас с новой прошивкой появилась возможность сохранять сразу напрямую на флешку. Почему я рад этой новости? Потому что на нашем обучении очень много учеников, когда дают домашние работы, они делают записи полетов, для того, чтобы я потом их мог отсмотреть и дать по ним обратную связь. То есть они во время полета делают 20-30-минутные свои полеты различных упражнений в виде формата записи экрана, чтобы я видел весь экран и понимал, что человек делал в это время. Загружать не наоблако, я их отсматриваю и даю уже по ним обратную связь в реальном времени, формате видео. Поэтому я рад, что эта функция появилась наконец-таки на пультах от DJI и теперь будет легче и проще скачивать эти данные. Идем дальше. 2024 год будет первым годом в новой эре дронов. Так как 2023 год это был годом слияния различных компаний, доработки каких-то новых технических решений. То время, когда за один год произошло много разных событий, много разных сделок, произошло, много технологий было придумано и их уже успели внедрить в наши повседневные какие-то жизненные истории. Конкретно не в нашей жизни, но в тех местах, где воздушное пространство открыто и готово к использованию. И вот следующий год, 2024, это будет тем годом, когда у нас полноценно появятся летающие автомобили, когда дроны будут совершать доставки посылок в нормальных промежутках времени, когда там не будем ждать неделю, а это будет доставляться за пару минут. То есть в то время, когда все больше различных технологий уже будут более тесно связываться с нашей повседневной жизнью и налаживать какие-то более технические, рабочие процессы, заменяя в каких-то сферах людей, старое оборудование и выходить на новый уровень. Так что рад, что такое время настало и люди более плотно начинают использовать дроны в мировом таком воздушном пространстве. Южная Корея уже давно планирует запустить свои воздушные такси, передвигать там большие грузы и грузовики. Но сейчас в Сеуле хотят внедрить дроны для того, чтобы следить за трафиком на дорогах, чтобы с помощью дронов и анализа местности в текущее время, в текущей ситуации можно было прогнозировать, как работать там светофором, каким работать быстрее, каким короче, для того, чтобы уменьшить количество заторов на дорогах. Так как у нас там, да, есть камеры, есть светофоры, к этому настраивают все. Но сейчас хотелось с помощью дронов и чтобы можно было анализировать, насколько большой затор, либо там, может быть, он уже ушел, можно поменять настройки. Или же мы видим, что наоборот начинает скапливаться пробка, какой-то затор, можно светофоры немножко настроить по-другому, чтобы эта улица проехала быстрее. Новое необычное решение использования дронов. Посмотрим, как это будет применено и будет ли это еще работать в нашей реальной жизни. в августе 2024 года может быть представлена новая камера Fujifilm X-T6. Те, кто использует камеры Fujifilm, они в целом довольны, потому что камера по своим характеристикам, картинки вполне себе приятная, плюс у нее еще цена не такая большая, как там, например, у Sony. И если там очень многие были рады X-T4, когда она вышла, потом очень многие радовались X-T5, сейчас выходит X-T6. Она хороша и по картинке видео, и по возможностям фотографии. Поэтому будем ждать, смотреть, какие характеристики будут представлены, что будет в ней показано, какие функции в ней будут внедрены. И, надеюсь, станет такой же популярной камерой, как и остальные камеры этой серии. Появился клон дрон DJI-R2 стоимость менее 200 долларов. Я сейчас не выговорю это название, там нужно только читать, но каждый год кто-то пытается сделать какой-нибудь аналог либо же конкурента дроном DJI. И да, у многих якобы это получается. Они говорят, что там вот наш дрон за 20 тысяч, за 15, за 30 тысяч вполне себе хороший конкурент дроном от DJI. Но если мы будем рассматривать в деталях все эти технические характеристики, ту картинку, которую они выдают, мы будем каждый раз замечать, что дроны DJI здесь чуть-чуть лучше, здесь чуть-чуть лучше, здесь чуть-чуть лучше. И это связано как бы не с тем, что просто DJI это большой бренд, а с тем, что они же очень много лет находятся на рынке и с тем, что они каждый год все-таки так крупная компания, которая все свои усилия направляет на то, чтобы совершенствовать видеосъемку и качество дронов. поэтому каждый раз такие вот новости, когда там какая-то компания сделала убийцу дроном DJI, либо же аналог, конкурент и прочее, мы все равно будем получать другие дроны. И я же не знаю, говорю часто многим и всем, что если вы хотите взять какой-нибудь дрон-то подешевле, возьмите, не знаю там, дрона DJI, но просто возьмите его БУ, то есть вот уже на котором летали. Да, там, сделайте осмотр, сделайте какие-нибудь тесты полетов, но не покупайте какие-нибудь китайские аналоги за 5000 дешевле, чем дрон БУ. Возьмите лучше БУ, но хотя бы будете уверены в качестве картинки и полетных характеристик этого дрона. Canon, Nikon и Sony объединяются для того, чтобы бороться с поддельными изображениями. Да, сейчас есть функция, когда мы можем сделать фотографию, и на ней будет там отображена информация, кто сделал, когда она была сделана и какие там настройки камер были использованы. Сейчас же хотят сделать такую систему сферификацией, она в принципе уже есть и работает, но эти такие крупные компании, как Sony, Nikon и Canon, хотят все-таки доработать всю эту систему для того, чтобы меньше было копирования изображений, чтобы когда ты брал какую-то картинку или какое-то изображение, в ней уже была вшита информация внутри о том, кто ее сделал, когда сделал, для того, чтобы проверить действительно ли ты являешься автором этой фотографии, что я не сгенерировал, не украл кого-то, а что именно ты автор этой фотографии. Поэтому ты сможешь загрузить свою картинку в этот сервис, он бесплатный, и проверить оригинальность авторства этой картинки. Если там будет информация о фото, то ты будешь понимать, что она сделана там-то, там-то, тем-то, если же там будет написано, что нет информации, то, скорее всего, она будет сгенерирована, так как ее просто не будет в этой системе. Не так давно мы разговаривали о том, что Великобритания запускает доставку медицинских медикаментов, крови, из своих хаб-центров в различные больницы с помощью дронов. Сейчас выходит новость о том, что Япония и Монголия, конкретно город Улан-Батор, запускают свою систему доставки крови с помощью дрона. Уже были первые технические полеты, вполне удачные, на высоте 1300 метров, при температуре минус 15 градусов по Цельсию были доставлены первые вакцины. Здорово, классно, технологии, как я и говорю, будут расти, развиваться, и сейчас, вот видите, из-за каких-то труднодоступных мест, где какие-то населенные пункты, сложно добираться на автомобилях, либо же отдаленные какие-то участки, можно отправить дрон, который безопасно доставит все необходимые медикаменты из одной точки в точку А, в точку Б, при этом за довольно короткий срок, не требуя каких-то физических усилий со стороны живого населения, все с помощью дрона, техники ты загрузил, отправил, он спокойно долетел, там тебя забрали, дрон вернулся на твою док-станцию, могу лишь порадоваться за те страны, у которых нет никаких запретов для использования воздушного пространства, где ты можешь спокойно летать, где ты можешь использовать различные такие технологии передовые и наслаждаться жизнью, будем надеяться, что и в нашем скором будущем такая возможность появится, и мы сможем спокойно летать на дронах, следующая новость хоть и не связанная с небом, но гласит она так, что исследователи из Японии изобрели летающего робота-дракона для тушения пожара, что это все такое, это есть такая док-станция определенная, которая передвигается, у нее есть четырехметровый шланг для тушения пожара, и за счет того, что струи напора воды идут из этого шланга вниз, шланг не падает, а висит в воздухе, и можно дистанционно им управлять, то есть не подвергая риску себя, там пожарные могут подкатывать такую систему и с помощью дистанционного управления тушить пожар в различных направлениях. Сейчас эта технология открыта и доступна в общем пользовании, ученые, исследователи хотят, чтобы эту технологию развивали во всем мире другие люди, чтобы они брали какие-то уже наброски своих технических решений и дорабатывали, применяли ее свое во благо всего окружения, чтобы доработать эту систему, чтобы она работала не на 4 метра, а на более дальнюю дистанцию, и чтобы можно было не подтвердать риску пожарных, а в каких-то таких серьезных пожарах вставить этот робот и дистанционно им уже тушить какие-то очаги возгорания. Группа ученых из университета ТИБА представили свои новые дроны, которые будут в несколько раз дешевле и будут использоваться для обследования линий электропередач. Как я и говорил в своих выпусках ранее, в ближайшие несколько лет ученые и люди из всего мира будут очень плотно изучать тему воздушного пространства, внедрять новые технологии и добавлять что-то новое в нашу жизнь. Компания Брин предоставит дроны серии Лемур-2 для полиции города Скеннигтаде на сумму в 700 тысяч долларов. Довольно-таки большая сумма и это сделано для того, чтобы расширить полицейский гарнизон используемого оборудования. Ранее использовались дроны DJI в основном конечно в основной такой массе. Сейчас появляются новые какие-то аналоги, тем более что эти дроны Лемур-2 были спроектированы и разработаны специально для использования правоохранительных органов. Там могут создавать карту местности, причем поэтажно здания для того, чтобы ты мог в реальном времени создавать карту того, где сейчас находится дрон и поэтажно выстраивать план местности, чтобы ты видел например, на каком этаже находится та или иная точка, двери, окна или же преступники, чтобы ты мог сделать какую-то метку. И прикольно, что все эти технологии не просто изобрели новый дрон с камерой, да, таких дронов сейчас много, а что углубляется в какие-то определенные сферы, когда там делали дроны для линии электропередат для инспекции, в чем их сделали в несколько раз дешевле, чем были. Сейчас делают дроны для полиции, для конкретного использования в этом пространстве, с лазерными датчиками и сканированием пространства. Первая партия дронов сотен, такая некая японская альтернатива дронам DJI, прибыл в США. Не скажу, что это прям что-то новое интересное, да, там дрон имеет защиту IP43, имеет вес в 1,7 килограмма, что, как по мне, очень много, и имеет там возможность замены камер. Не скажу, что это какая-то прям такая новая фича и функция дрона. Окей. На этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, в следующем выпуску я выздоровлю, поправлюсь, не будет этой заложенности носа. Следующий выпуск сегодня у нас седьмой, скорее всего, будет записан также еще в Дубае либо же в Абудаве, и уже потом только через один выпуск мы вернемся в свою привычную домашнюю атмосферу в Турции. Ну и также хочу еще напомнить про нашу онлайн-школу, которая доступна для пилотов дронов либо же для тех ребят, которые хотят познакомиться с миром аэросъемки либо же там какие-то сопутствующие курсы. Вся информация будет доступна по ссылочке в описании этого видео. Еще раз спасибо всем за просмотр и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok